После открытия Антарктиды исследователям потребовалась специальная техника, чтобы доставить вглубь материка различное оборудование и полярников. Для этого нужен был мощный и надежный транспорт, и здесь на помощь человеку пришли вездеходы. Первую попытку создать мощный вездеход, пригодный для работы в условиях Арктики, сделали американцы. Автором идеи стал Томас Поултер, участник одной из экспедиций Ричарда Берда. Разработанную машину он назвал снежным крейсером, убедив сенаторов в необходимости штурма Антарктиды и собрав у инвесторов 150 тысяч долларов, которые были раз в 10 тяжелее сегодняшних. Он приступил к воплощению в жизнь своего проекта. Конструктивно крейсер Поултера выглядел необычно. Он представлял собой сварную раму, обшитую металлическими листами с многослойными утеплением. Четыре колеса были сдвинуты к середине кузова. Покрышки диаметром более 3 метров и шириной 85 см делались из 12-слойной морозостойкой резины. Перед передней осью стояли два 6-цилиндровых дизеля мощностью по 150 лошадиных сил. Они приводили в движение два электрогенератора, которые подавали напряжение на 4 75-сильных электромоторок колес. То есть машина была дизель-электрическим гибридом. По такой схеме строятся теперь карьерные самосвалы. Внутри корпуса разместились машинное отделение, рубка управления, топливные баки на 9500 литров, солярки, а также пятиместная спальня, кают-компания, кухня с плитками и 4 комфорки. Мастерская, склад, провизия и снаряжение. Увы, на деле оказалось, что снежный крейсер не может двигаться по снегу. 34-тонная махина мгновенно легла на днище. Колеса погрузили снег на метр и беспомощно вращались, не в силах сдвинуть крейсер. В попытках исправить ситуацию команда присоединила запасные колеса к передним, увеличив таким образом ширину последних в два раза. На задние колеса надели цепи. В результате машина оказалась способна хоть как-то двигаться. После ряда попыток тронуться, Полтер обнаружил, что при движении задним ходом крейсер ведет себя гораздо увереннее. Оказалось, неравномерное распределение массы по его осям. В путешествии по Антарктиде команда Полтера отправилась задним ходом. Кроме того, что не имеющие протектора колеса постоянно буксовали, были и другие проблемы. Так гигантские передние и задние свесы корпуса не позволяли преодолевать никакой маломальски заметный излом поверхности даже при самом верхнем положении подвески. Машина просто упиралась снег носом или кормой. Несмотря на мороз, перегревались двигатели. После двух недель мучений Полтер бросил свое творение в снегах Антарктиды и вернулся в США. К тому моменту горе-вездеход смог пройти лишь 148 километров. Остальной экипаж остался в нем в качестве научного персонала полярной станции. Оказавшись никчемным вездеходом, снежный крейсер стал неплохим домом. Система отопления была хорошо продумана. Охлаждающая жидкость и выхлопные газы деселей циркулировали в специальных каналах, обеспечивая практически комнатную температуру внутри машины, а также растапливали снег в специальном бойлере. Запасов солярки и провизии был достаточно на целый год автономного существования. Через несколько месяцев он был окончательно оставлен людьми. По одной версии в итоге его полностью занесло снегом, по другой он оказался на одном из отколовшихся от ледника айсбергов, а затем затонул в океане. А еще одна версия гласит, что снежный крейсер откопали полярники из КГБ и вывезли в Сибирь. Советские полярники при освоении ледовитого континента не пошли по американскому пути. В первую антарктическую экспедицию они прибыли с собаками. Но те не прижились в советских станциях, большинство из них там и погибло. Потом были завезены тракторы, которые тоже оказались малопригодны для Антарктиды, их сменили артиллерийские тягачи АТ-Т. А затем в Харькове была создана специально для Антарктиды вездеходы-вагончики-харьковчанки на базе АТ-Т, прародителем которых в свое время стал танк Т-54. Имея гусеницы шириной до метра и тысячесильный дизитель, харьковчанки при весе 35 тонн могли разгоняться до 30 км в час и преодолевать 30-градусные подъемы. Внутри хорошо утепленного кузова нашлось место как для рабочего помещения, так и для жилого на 8 персон. Запас горючего позволял проходить до 1500 км. В самом конце Антарктической весной в 1959 году санно-гусеничный поезд из трех харьковчанок и двух АТ-Т с 11 прицепами, несущими 250 тонн различного груза, совершил беспрецедентный подход от советской станции Мирной до Южного полюса, где был встречен американскими полярниками, находящимися на станции Амутсен-Скот. Статья подготовлена Константином Ришесом, публикуется в журнале «Загадки. История» номер 13 за 2014 год. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии.